МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина. И сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Где-то прибавилось, где-то убавилось. Надеемся, что те меры государственной поддержки, которые сегодня имеются, они позволят увеличить долю вторых, третьих рождений. Свежая статистика по вопросам демографии, образования и воспитания. Новая смена. Я примерно где-то начала со второго или третьего класса. В Чебоксарах состоялся слет юных журналистов. Личный страж порядка. Это приложение само определяет ближайший отдел полиции. И когда человек нажимает на кнопку вызова, если с ним случилась беда. МВД России запустило новое мобильное приложение. Сегодня состоялось заседание Совета по улучшению инвестиционного климата при главе республики. Как оценивает бизнес инвестиционную среду в Чувашии? И что думает об этом население республики? Какие критерии наиболее точно характеризуют ситуацию? Эти вопросы приобрели еще большую значимость в связи с внедрением инвестиционного стандарта. Напомним, в нашей республике он был принят в конце прошлого года. В 2013-м же независимое агентство «Эксперт-РА» оценило инвестиционный потенциал регионов и рекомендовало, на что в первую очередь нужно обратить внимание. Достаточно большой потенциал у нас в инфраструктуре. Инфраструктурный потенциал у нас великий, и он превышает средний интегрированный показатель. Поясню, за счет чего у нас появился вот такой большой инфраструктурный потенциал. Прежде всего, на сегодня одним из приоритетных направлений бюджетного планирования является строительство и реализация проектов в области капитального характера. Мы выделяем серьезные средства, вы видите, порядка 3-8 миллиардов только на объекты коммунального и инфраструктурного капитального характера. Из года в год эти объекты сумма увеличивается. На втором месте дорожно-транспортная привлекательность. Это, кстати, подтверждает и опросы населения республики. По плотности дорог с твердым покрытием Чувашия на пятом месте в России и среди первых в Приложском федеральном округе. Надо отметить, каждый муниципалитет старается внести свою лепту в повышение инвестиционной привлекательности. Упрощают процедуру оформления документов, формируют земельные участки. Открывают бизнес-центры. Не отстают и предприниматели. Иван Павлов, например, собирается строить уже вторую гостиницу. На этот раз в содружестве с мировой сетью «Ирбис». А в Алатарском районе скоро появится новое предприятие по производству стройматериалов. В селе Атрать предусматривается строительство современного комбината по выпуску облицовочной керамики. Это еще одно очко в актив строительной отрасли. Все это свидетельствует, что инвестиционный климат в республике вполне благоприятный. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Приток инвестиций – это доходы бюджета. О том, как он исполнялся в 2013 году, говорили сегодня в парламенте Чувашии, где прошли публичное слушание. По информации Минфина, в 2013 году доходы бюджета составили 35 млрд 622 млн рублей. Расходы на 1 млрд 170 млн больше. Дефицит по итогам года был сокращен в 2,5 раза. Собственные доходы – 57% из них, большая часть – налоги. Плановое назначение по таким доходам за 2013 год, по словам Светланы Янилиной, исполнено на 101,5%. Сверхплана поступил бюджет 301 млн. При этом, подчеркнула министр финансово-государственный долг, на 1 января 2014 года по сравнению с уровнем прошлого был снижен и составил 9 млрд 827 млн рублей, что меньше запланированного уровня на 8%. Светлана Янилина также отметила, что по итогам последних двух лет снижения размера государственного долга обеспечено только у 8 субъектов, среди которых и Чувашия. 74 субъекта увеличивают долг. В целом, 2013 год был достаточно успешным для республики. А четкая и своевременная работа правительства Чувашии по выполнению своих бюджетных обязательств позволила ей уверенно стартовать в новом 2014 году, резюмировала свое выступление Светлана Янилина. По итогам обсуждений, участники публичных слушаний рекомендовали Госсовету Чувашию утвердить отчет об исполнении бюджета, а Кабинету министров продолжать работу по созданию благоприятного инвест-климата. Сегодня в Национальной библиотеке специалисты Чувашстата презентовали свежую статистику по вопросам демографии, дошкольного воспитания, образования, здоровья и отдыха детей. Большое внимание уделили и защите детей от информации, которая причиняет вред их здоровью и развитию. Назвали самую опасную социальную сеть, которая в настоящее время очень популярна среди молодежи. Подробности в сюжете Марины Рябцевой. По данным Чувашстата, в республике увеличилось число разводов. На сегодня каждый второй брак распадается. А вот количество абортов за последние три года сократилось на 20%. Рождаемость увеличилась. Естественный прирост, зарегистрированный впервые за 20 лет в 2012 году, сохранился в 2013 и пока продолжается в текущем. Ситуация, может быть, осложняется тем, что сегодня в детородный возраст вступают женщины, которые родились в 90-х годах, когда у нас был достаточно низкий уровень рождаемости. Но надеемся, что те меры государственной поддержки, которые сегодня имеются, это и материнский капитал, и пособия, и меры поддержки республиканского уровня, они позволят увеличить долю вторых, третьих рождений и четвертых рождений, с тем, чтобы компенсировать вот именно выпадение рождения первенцев. Большое внимание на конференции было уделено и безопасному интернету для детей. Специалисты рекомендуют устанавливать контент-фильтры не только в школах и библиотеках, но и дома. Хотелось бы призвать родителей, все-таки смотрите, следите за тем, что смотрит ваш ребенок, куда он, скажем так, залезает в сети интернет, с какими ресурсами пользуется, в каких группах состоит. Особенно это опасно, что касаемо социальной группы. Самая такая, скажем, нечистая социальная группа, ну в плане нечистая, где масса негативного контента, это социальная сеть ВКонтакте. Более, скажем, на втором месте одноклассники, ну более-менее чистые, это различные иные социальные сети. В России работает горячая линия помощи «Дети онлайн». По телефону 8 800 25 30 15 профессиональные эксперты помогают детям и консультируют взрослых по вопросам безопасного интернета. Марина Рябцева, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня отмечается Международный день семей. Он был провозглашен в Генеральной ассамблею ООН в 1993 году. Семьей начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина. По данным Чебоксарского ЗАГСа, сегодня зарегистрировали свои отношения 4 пары. Всего в этом году в городе родилось более 800 молодых семей. Сегодня в Чебоксарах состоялся первый слет юных корреспондентов чувашскоязычных газет и журналов. Инициатором мероприятия выступил издательский дом «Хабар». Цель встречи – воспитание молодых кадров для национальных средств массовой информации Республики. На творческую встречу съехались более 100 юных журналистов из разных районов Республики. Самые активные внештатные сотрудники были награждены грамотами и специальными призами. Ведущие журналисты провели мастер-классы, а ребята делились своим творческим опытом. Я примерно где-то начала со 2-го или 3-го класса. Было очень интересно. В газету «Таннеж» мой первый стих тоже выпечатали. Очень интересно было, очень обрадовалась. Хотим в будущем году провести слет на уровне, вообще с приглашением из диаспор. Потому что там тоже выписывают наши издания. И я думаю, нас поддержат за пределами Республики. И я думаю, наш подчин поддержат и руководители электронных средств массовой информации. Поскольку журналисты нужны всем. В Чувашии началась операция «МАК», направленная на пресечение преступной деятельности сбытчиков наркотиков, заготовителей и перевозчиков. Во время операции будут выявлять и уничтожать пассивы наркосодержащих растений. МВД Чувашии просит, если вам что-либо известно о лицах, употребляющих или распространяющих наркотики, позвонить по телефону доверия 24 16 55. Тем, кто попал в беду или стал свидетелем преступления, на помощь приходят новые технологии. Реальность становится безопаснее благодаря виртуальности. МВД России запустило новое мобильное приложение. Чем оно полезно, расскажем прямо сейчас. Мобильный телефон уже давно стал другом человека. Ну или во всяком случае спутником жизни. А теперь он может стать еще и личным стражем порядка. С помощью нового мобильного приложения вызвать полицию можно будет буквально в два клика, независимо от региона и времени суток, утверждают правоохранители. По геопозиционированию это приложение само определяет ближайший отдел полиции. И когда человек нажимает на кнопку вызова, если с ним случилась беда, то сначала аппаратно вызывается ближайший отдел полиции, дежурная часть, идет туда звонок. Если туда невозможно дозвониться, автоматически идет звонок на службу 102. А если там занят телефон, то идет уже на следующую службу звонок, это экстренная служба 112. Благодаря этой же функции найти вас и прийти на помощь смогут даже в том случае, если вы не сможете назвать свое местонахождение. Кроме того, приложение покажет, какие отделения полиции, даже участковые, находятся от вас поблизости. Это касаемо экстренных ситуаций. В более спокойной обстановке можно посмотреть последние новости, изучить список людей, которые находятся в розыске, и сумму штрафов за нарушение ПДД. Написать и подать заявление его. Кстати, можно снабдить видео и аудиозаписью. Приложение уже действует, однако, вероятно, его еще будут дорабатывать. Свои предложения и замечания можно отправлять по электронной почте. К минусу можно отнести, пожалуй, то, что установить приложение могут лишь владельцы айфонов, смартфонов и планшетных компьютеров. Остальным придется по старинке набирать 002, 020 или 112. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня Верховный суд Чувашской Республики рассматривал в апелляционном порядке жалобу сторон защиты экс-главы администрации Канаша Родиона Мясникова и его бывшего заместителя по финансовым вопросам Иосифа Яковлева. Они просили суд смягчить приговор. Напомню, в марте их признали виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Суд приговорил бывшего главу администрации к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. А его заместителя к трем. Кроме того, каждому назначен штраф в 200 тысяч рублей. Дело рассматривал Чувашское управление ФСБ. Экс-чиновников арестовали в декабре 2012 года. Суд установил, что Мясников и Яковлев воспользовались служебным положением и совершили покушение на хищение пяти с половиной миллионов рублей, выделенных на снос жилого дома и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Сегодня Верховный суд Республики оставил приговор Канажского суда без изменения. В парке имени Пиццузлетия Чебоксар собрались любители спорта и сторонники здорового образа жизни. Уже в 52-й раз там проводится легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Ульяновец». С недавних пор, кроме традиционных забегов, между факультетами в эстафете соревнуются и студенческие семьи, и дети тех, кто еще учится в госуниверситете. В этом году старты посвятили 50-летию кафедры физической культуры и спорта. В этом году в эстафете приняли участие около 500 человек и 85 различных команд, студентов, школьников, работников и преподавателей. Сначала состоялся забег руководителей и преподавателей, среди которых бежал и ректор Андрей Александров. В забеге женщин победили преподаватели кафедры физкультуры и спорта, а в мужской – административно-хозяйственная часть. Среди юношеских команд первых курсов и школ Республики ловкостью и быстротой отличились ученики школы номер 3. Женская команда факультета русской и чувашской филологии и журналистики на финише вырвала победу у команды медицинского факультета. А в мужской машиностроительный не дал себя обойти парням с факультета радиоэлектроники и автоматики. В основном в смешанном забеге участвовали 13 команд. В каждой по 5 юношей и по 5 девушек. В забеге не было равных медикам. Победительницей призовых этапов стала студентка третьего курса Александра Пауль. 52-я эстафета еще раз доказала, что независимо от возраста важно заниматься спортом, придерживаться активного образа жизни. Уже 25-й год ученики художественной школы номер 6 имени Акциновых продолжают дело великих художников. Отсюда выпустилось более тысячи ребят, 400 из которых продолжили обучение в учебных заведениях художественной направленности. Сюжет о том, как творят начинающие деятели искусства. Смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До встречи. Сюда приводят детей с трех лет. Сначала их учат просто выражать свои чувства в рисунках и краске. И лишь потом дают знания о композиции, перспективе и цвете. Поэтому в каждой работе можно найти индивидуальное начало. У нас тема «Собака – друг человека». Я решила ее раскрыть слегка. Ну, и реализовать. Потому что все как бы нарисуют обязательно портрет собаки или просто сядущую собаку. А мне хотелось как бы изобразить как друг, прям настоящий. То есть, например, вот в данной ситуации как бы человек, он уже в возрасте и собака тоже в возрасте. Может, раньше когда-то они как бы были, она была щенком, а это был маленький мальчик. И как бы дружба с самого детства показывается. Самые первые занятия 25 лет назад проходили в здании Теплицы. Сегодня уроки проводятся в просторных и светлых мастерских. В актовом зале проходят встречи с художниками. В школе есть и музеи, где можно познакомиться с работами и жизнью Аркадия и Людмилы Акциновых. Даже коридоры вдохновляют на творчество. Недаром в 2013 году школа стала лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших школ России». В номинации лидер в разработке и внедрении программ художественного образования. А директор Владимир Аксенов был признан директором года. Все мечтаем. И мы мечтаем о горе детского изобразительного творчества на нашей территории. Нас поддерживает глава города Чебоксар, управление культурой города. И есть у нас надежда, что к юбилею нашего города на нашей территории построят галерею детского изобразительного творчества. Школа – организатор и участник многих конкурсов и проектов. В 2008 году она была включена в энциклопедический словарь «Вся Россия». Имена пяти учащихся занесены в энциклопедию «Одаренные дети. Будущее России». А значит, она достойна и по праву носит имена заслуженных художников России и Чувашии Аркадия и Людмилы Акциновых. Уважаемые родители, мы приглашаем вас в нашу художественную школу посмотреть, оценить, написать заявление и обучаться в нашей художественной школе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова